Здание средней образовательной школы номер 7 было построено еще в 30-е годы прошлого века. Оно давно нуждалось в ремонте. Рабочие уже занялись фасадом, также здесь заменят коммуникации и установят новую мебель. В администрации отработали маршруты перевода учеников на время ремонта в другие помещения. Вот, например, в седьмой школе уже в конце мая мы переведем деток в 25-ю школу, она здесь рядом, в шаговой доступности. И так по каждому объекту отработано. Там, где есть возможности в пределах одной образовательной организации, дети переходят в другое крыло. Подрядчик обещает сдать объект к началу учебного года. В такие же сроки планируют уложиться с ремонтом школы-интерната номер 2 в Макве. По договору, по контракту, который у нас заключен с подрядчиком, у нас стоит дата 30 ноября. Ну, надеемся, очень они рьяно взяли за работу, надеемся, может быть, пораньше они и закончат. Здание старое, 1960 года постройки, то требовался капитальный ремонт. Потому что крыша текла, проводка очень слабая, старая, полы уже плохие. На сегодняшний момент, вот за два года, мы предполагаем 39 школ на территории Курской области капитально отремонтировать. По поручению президента, лимит на реализацию этого проекта, капитальный ремонт школ, он не выбран субъектами. И наша заявка дополнительная, 10 школ, мы готовы больше. Нам очертили круг, что порядка 10 школ дополнительно, возможно, в этом и следующем году мы сможем получить. Поэтому мы ждем решения правительства. На проспекте Вячеслава Клыкова тоже вовсю кипит работа. Строители спешат. К концу года здесь должна появиться еще одна школа на тысячу мест. Помимо учебных классов оборудуют мастерские, бассейн, три спортивных и тренажерный зал. Ангелина Яхонтова, Алексей Еременко. События дня.